Шота Руставелли Шота Руставелли Мечи пика, медный щит ему пристал. Солнце блеск идет царицы, чье обличье алый лал. Как осмелится, не знаю, мне излить поток похвал. Взору в дар Тамар явилась, но хвалы от дарок мал. Слез кровавых дождь хвалебных только ей да будет мил. Темных слов мы не сказали, и творил я без чернил. Не перо, тростник высокий черным озером поил, чтоб хвалебный стих иному точно меч по сердцу бил. Петь уста, ресницы, брови — долг почтительный певца. Зубы выложены ровно, два блистающих венца. Белорозовый точеный люп овал ее лица. Раздробитый камень твердый, наковальня из свинца. Мне нужны язык и сердце, чтобы славить и хвалить. Дай уменье мне и силу с песнопением разум слить, чтоб смогли мы Тариэля словом пламенным почтить. И да свяжет трех героев неразлучной дружбы нить. Этот плач о Тариэле не иссякнет, вечен он. Сядьте все вокруг Руствелли, кто рожден, как он рожден. Я пою о нем стихами, в сердце копьями пронзен. Вышив повесть с жемчугами, дал я прозе первозвон. Я, Руствелли, сказ певучий, до исхода доведу. Для тебя, царица войска, иль умру здесь на виду. Обессиленный любовью, я спасения не жду. Коль спасти меня не можешь, схорони со мной беду. Сказка перцев по-грузински мною песенна дана. Перешла из рук на руки, как жемчужина она. Мной, наряженная в рифмы, здесь она вознесена. Омрачившая мой разум, не отвергни письмена. Проясница снова жаждет ослепленный ею взор. Истесненная любовью, сердце вдолы я простер. Я душою возрождаюсь, подымаясь на костер. Три воспетых цвета смогут исчерпать стиха простор. Должен каждый примириться с предназначенной судьбой. Пусть работает работник и уходит воин в бой, а влюбленный пусть палящий сохраняет в сердце зной, пребывая безупречным в сокровенной страсти той. Есть в поэзии течение слов премудрых и святых, счастлив, кто благословенно высоту ее постиг. Весь простор могучих мыслей заключает краткий стих. Тем прекрасна речь поэта, тем отлично от иных. Как по длинным перегонам проверяют скакуна, как по взмаху и размаху ловкость мечника видна, так и силы стихотворца мерит повесть и длина. Не должна же сокращаться в затруднениях она. На певца тогда смотрите, как опасность велика. Чтоб слова не поредели и не стала речь мелка, напрягаться все сильнее нужно силам ездока. В мяч без устали чаганам пусть разит его рука. Кто случайно два-три слова склеит рифмой тут и там, чат начит себя поэтом, к славным тянется певцам. Сложит стих, другой приложит, хоть нескладность видит сам, но твердит, всех превзошел я и затмил, как мул упрям. Есть иного рода песни, дара малого удел, что сердца рассечь способных слов составить не сумел. Словно слабый лук подростка перед хищником не смел, а лишь на мелкую дичину тратим мелочь робких стрел. Есть еще род песен, годных для забавников пустых, для любовных объяснений, для перов и шуток злых. Эти песни нам любезны, если красит ясность их, но поэт лишь тот, кто в песнях величавости достиг. Тратить попусту не должно дарование свое, для единой страсти должно в сердце выстроить жилье. Надо все творить искусно, коль творится для нее, и не ждать, чтоб воздаяние протянуло длань ее. К той, что прежде восхвалял я, вновь летит моя хвала. По достоинству я славил, и не ждет меня хула. Жизнь моя и беспощадность леопарда в ней жила. Пел я имя несказанной, что единственно светла. Чувство истинное — это отражение высших сил. Надо, чтоб язык поэта несказанность изъяснил. Есть возвышенная сила широко растущих крыл. Тот, кому она открылась, все страданию открыл. Не поймут любви подобные мудрейшие земли, коль признаниями и уши, и язык уже сожгли. Я сказал, земные чувства, те, что с плотью расцвели, горним вторят, избирая лишь томление вдали. По-арабски однозвучный и безумен, и влюблен. Кто влюблен, и кто безумен, тщетной грезой омрачен. Кто возносится любовью, тронет ланью небосклон. Кто телесным очарован, крылья к травам клонит он. Коль высокой страсти служишь, то как солнце будь красив. Будь свободен ты и молод, мудр, богат, красноречив. Будь и чуток и уступчив, и межвитий зеретив. Коль достоинств не имеешь, удержать сумей порыв. Есть краса в искусстве чувства, и рекут мои уста. Сочетать служение сердца с грешной скверною тщета. Меж любовью и развратом грозной бездны пустота. Меж нисходными да будет неприденную черта. Коль возлюбленный влюбленный посвятил себя вполне, Разлучась, он должен вздохи учищать наедине. Должен верным оставаться и в пучине, и в огне. Без сердечных поцелуев звон веселый мерзок мне. Пусть никто любовь такую настоящей не зовет, Где сегодня той вселаски, завтра этой весь почет, Лишь себе ни в чем отказа, в детской страсти без забот. Но влюбленный все мирское в жертву милой принесет. Тот, кто истинно полюбит, ото всех любовь таит, Вдаль страдания уносит, одиночеством сокрыт. Ведь душа в самозабвении, если пламенем горит, От любимой примет кротко даже горький яд обид. Обретя любовь, не должно молвить слово ей во вред. Надо скрыть любовь, чтобы люди не нашли ее примет. Если чувства не заметят, и смущения вовсе нет. Надо пламенем одеться, счастье-блеск творить из бед. Лишь безумная люб с нескромным откровенный разговор. Разглашающе приносит и себе, и ей позор. Как, любимую ославив, снова встретить нежный взор? Пусть не ранит сердце милой дорогого наговор. Как возлюбленному верить, коль с предателем он схож? Сам, не выиграв, любимой, он готовит слезный дождь. Что ж возвел ее высоко, если низко низведешь? На земле всего милее злому сердцу злая ложь. Если плачут о любимой, эти слезы всех светлей. Одиночество зачтется, как уход в простор полей. В долгих думах о единой неразлучно слейся с ней. Пусть же будет чувство это неприметно для людей.